Здравствуйте, дорогие друзья! Завершается супер-турнир Вейконзея 2.0.12. Сегодня состоялся предпоследний тур и его события, прокомментирую для вас я, гроссмейстер Сергей Шипов. Ну, собственно, спортивная интрига почти исчерпана, потому что героем тура в очередной, в N-1 раз, стал Ливон Аронян, который одержал очередную победу, и он оторвался уже на очко от двух своих главных конкурентов, от Карлсона и Раджабова. Ну, очко так или иначе оставляет какие-то шансы теоретические, к тому же в последнем туре встречаются именно Аронян с Раджабовым, правда, Аронян играет белыми, но если Теймур совершит спортивный подвиг, обыграет Ароняна, то тогда возможны варианты. Кстати, Карлсон играет с Ван Велли, так что, в общем, существует расклад, когда, возможно, даже делешь первое место тремя участниками. Но пока это, конечно, все вил мне по воде, и я лично не поставил бы и рубля на это мероприятие. Мне кажется, что Аронян все-таки завтра не проиграет и станет заслуженным победителем турнира. Ну, начнем с грустного. Вот вы видите сейчас перед собой Аниша Гири. Нет-нет, не волнуйтесь, он жив, здоров, все нормально. Но он проиграл пятую партию подряд, и, в общем, конечно, сейчас ему крайне тяжело, но на него все навалились, почувствовав слабину. Ну, вот выяснилось, что, видимо, у него физическая форма не в лучшем состоянии, и успех на турнире в Реджо и Миле, по сути, отнял у него всю энергию, и его попросту не хватило на этот самый важный, может быть, турнир. В общем, в будущем Анишу надо более аккуратно планировать свой календарь. Или существенно подтянуться в физическом плане. Существенно. Потому что жизнь такая сейчас сложная, и сыграть два турнира подряд, в принципе, нормальный профессионал должен быть к этому готов. А рассмотрение партии тоже начнем с грустного. То есть я, как уже по заведенной традиции, все сладкое оставляю напоследок. Итак, Раджабов и Иванчук, собственно, партия ничем не примечательна. Меня просто огорчило то, что соперники согласились на ничью, и вообще в позиции были такие возможности. Меня, честно говоря, изумила позиция, даже не позиция, а отношение Раджабова. Мне казалось, что перевес у него и так, и сяк, и наперекосяк, но он почему-то как будто даже не хотел играть на победу. Итак, был разыгран Волжский Гамбит, но вот белые не принимают жертву пешки, а, в общем, происходит размен. Ну, собственно, достаточно спокойный вариант, в котором уже сыграно 100 тысяч партий. Вот ход А4, на самом деле, достаточно важный, то есть белые угрожают движением А5. В принципе, чаще всего в подобных позициях черные сами ставят пешку на А5, ну, тогда, конечно, ослабляется пункт Б5. Ну, мне кажется, это не смертельно. А то, как получилось у Иванчука, в принципе, равенства там нет, потому что все-таки у белых есть пространственный перевес, пешка на А6 слабая. Последовало взятие на ФТ, ну, здесь очень творческие шахматисты играли ЖФ, и даже потом белые атаковали на королевском фланге, но это, конечно, все немножко из другой лиги. Слон бьет ФТ, и ход правильный. Ну, вот тут Иванчук начал провоцировать своего соперника, то есть он сознательно стал дергать Тигр за усы. Ну, вот Тигр не поддался, Тигр оказался спящим. Ну, конечно, надо было отступить конь БД7, мне кажется. Ход конь С4 претендует только на то, чтобы потерять пару темпов и с потерей этих темпов вернуться на Д7. Мне кажется, белые могли и соблазниться на эту провокацию, сыграть слон Е2, затем еще ударить коня вот таким образом. Нет, я понимаю, что ход Ф2 и Ф4 все-таки немножко ослабляет периферию, но у белых была вполне стандартная перестройка. Слон С4 и ФД3. В общем, здесь пешка на А6 слабая, конь С7. Ну, мне кажется, что здесь белые должны для начала сделать ход КХ1, и потом посмотреть, как они будут атаковать. Может быть, слона на Д2 поставят, может быть, ладья через А3 пойдет. А, в принципе, они хотят где-то ударить центы Ф5, Е5. Ну, не сразу Ф5, конечно, конь на Е5 идет, а именно сначала Е5. Вот, по виду перевес у белых достаточно сложившийся. Ну, Ферс А4 тоже не дурной ход. Вот, вытесняет черного коня, он идет по намеченному пути. Ну, вот маневр второго коня на С7, в принципе, нельзя ругать, но, мне кажется, Василий Михайлович не учел конкретику. Слон Ж5 это достаточно агрессивное действие, здесь надо было сыграть аккуратно. Все-таки профилактически увести коня на Д7. Вот теперь в случае Ф4, ну, если белые играют по аналогии, как в партии, мне кажется, что можно пропустить сначала слона на Д4, а потом неожиданно вернуться конем на Ф6. Здесь белых центра под напряжением, а если черные организуют контргруппы вертикали Б, то у них будет очень даже неплохая позиция. А последовал, ну, в общем-то, шаблонный такой, знаете, неосмотрительный ход конь С7. Я так понимаю, что соперники уже довольно сильно устали, поэтому почти не считают варианты. Ну, вот здесь Штеймур-то все-таки рука-то у него набита. Он и в блиц так сыграл бы. Ф4 и, конечно же, Е5. Вся штука в том, что связана пешка Е7 и на взятие на Е5, разумеется, последует ужасно, страшной силой удар Д6. Ну, вот здесь Василий Михайлович напрягся. Сыграл Ф6. По сути, единственное решение. Ну, вот, опять-таки, здесь вызывает большое удивление решение Раджаба. Мне кажется, надо было размен на Д6 осуществить. Ну, теперь взятие на Ж5 ведет как минимум к потере пешки. А если сохранить материал равным после ЕД и слона Ж4. Ну, вот, по-моему, все позиционные факторы говорят за то, что у белых здесь перевес. Они могут задвинуть пешку на Ф5, а могут слона через Ж4 переправить, ну, скажем, на Е6. И я здесь, признаться, не нашел какого-то четкого равенства. Да нигде его не видно. Например, на ЛДБ8, что может быть естественнее нападать на пешку? Белые нападают на нечто гораздо более ценное. На коня Д7. И, кстати, ему здесь очень непросто выживать. Вот. А последовало взятие на Ф6. И после чего у черных пешечная цепочка сохранилась. Ну, не знаю, даже вот здесь. Вот, смотрим на заключительную позицию. Соперники здесь пожали руки друг к другу и отправились на ужин. Ну, вот, мне кажется, что если белые играют Ф5 и начинают, ну, в общем, вполне естественными ходами нападать на черного короля, мне кажется, еще борьбы здесь вагон. Вот. Ну, не хотят соперники бороться. В общем, бог им судья. И софийских правил на них не хватает. Вот. А мы идем дальше. Смотрим, как Сережа Корякин играл с Гашимовым. Ну, здесь у меня нет никаких петензий к соперникам. Они, на самом деле, играли очень хорошо. И, в принципе, разыграли достаточно важную теоретическую партию. Итак, это у нас новоиндийская защита. Достаточно важный вариант, когда черные сначала допускают полный захват центром белыми. А затем атакуют. Атакуют и вызывают некоторые размены. Конь внедряется на Е4. Но все-таки, все-таки у белых есть некоторое превосходство в центре, которое дает им позиционное основание для активности на королевском фланге. Тут черные должны действовать крайне осмотрительно. Вот возникает такая ситуация. И А4. Белые обозначают свои намерения. Ферз Д3, конь Ж5. Вот. Ладья АЦ8. Ну, очень хитрая новинка. Вы знаете, мне казалось, что Майк Ладомс играл правильно. Конь Д8, конь Д6 сразу. Собственно, не факт, что Ладья АЦ8 понадобится. Ну, ладно. В угару виднее. К тому же, я не нашел такого явного изъяна в его вариантах. Ладья АЕ1. Ну, этот ход достаточно полезный. Конь Д8, конь идет по маршруту. И здесь Конь Ж5. Конь Ж5. Ну, я здесь, естественно, задал простой циничный вопрос. А что же будет, если черные сыграют А6? Ну, и здесь совершенно напрасно увлекся забавным вариантом с Ферз Д3. И уж если жертвовать Коня на Ж5, это надо делать, разумеется, ходом Ф4, восклицательный знак. Ну, и теперь, если черные берут этого Коня, что, конечно же, по-моему, безумие, здесь от матовой атаки защититься просто невозможно. Ну, в принципе, ко всем ходам пешек надо относиться очень осторожно, потому что все-таки положение Короля требует особой внимательности. Конь Е6 правильно. Вот, на Ферз Д3 есть ход Ж6, поэтому Ф4. То есть белые, вот, у них игра относительно простая, катят пешки вперед. И здесь в случае А6 тоже белые могут пожертвовать фигуру путем Ферз Д3. Я даже не стану вам показывать варианты. Там все очень сложно, очень интересно. Но это совершенно не нужно, потому что за черных играют не сумасшедшие, а классные гроссмейстеры, которые, естественно, как и завещали классики, на фланговые операции отвечают ударом в центр. Итак, взяли на С5, но единственное, что структура немножечко черных разрушилась. Вот, но на самом деле фигурная контр-игра вполне достаточно. Вот, Ферз Д3, плановое мероприятие. Опять-таки, хочется вскрыть вертикаль Ж и Аш. И это белым удалось, потому что черные сыграли неожиданно слон Ж5. И здесь четкой жертвой фигуры на Ф4 вынудили форсированную ничью. Потому что здесь белый Ферз не вправе предложить себя в качестве разменной монеты, потому что после этого падает конь на С3. Ну, а в общем, король здесь никуда не убегает. Здесь вся штука в том, что на король Е2, король Е2 отход неудачный. Здесь, конечно, черные не зевают мат. Кстати, не факт, что надо брать пешку Е5. И затем после конь бьет Д5. Ферз Е5, конь Е3. У черных, вот, судя по всему, очень серьезная инициатива. Король белых гол, как в сказке Андерсона. Пешка на Ж5 теряется. Ну, в общем, и материала-то лишнего нет. Вот. А вот здесь черные уже не могут себе позволить вольности. Например, Ж6 они сыграть не могут, по аналогии с вариантом. Потому что после конь бьет Д5, теперь уже этот конь идет на Ф6, взятия на Е5 нет. А на ферзе 5 следует король Ф2, шахи кончаются, конь идет на Ф6 с победой. Вот. И если сыграть ферзь бьет Ж5, ну, хочется же не просто шаховать, а съедать пешки. Тогда есть забавный ход короля Ф3. Когда короля тесняет ферзя, и шахи тоже кончаются. В общем, это все ненужное баловство. Соперники серьезные, солидные люди. И согласились на ничью. Но тут уж, что называется, позиция их заставила. Это было все абсолютно логично и правильно по шахматному. Вот здесь никакие софийские правила. Им не помеха. Абсолютно логичная ничья. Так. Карлсон Камский. Ну, в этой партии, вы знаете, я увидел такого брата партии Карлсон Ковякин. Когда Магнус, в общем, допустил некоторую ошибку и попал в трудное положение. Но на этот раз он, правда, действовал более осмотрительно и все-таки спасся. А Камский показывает себя очень таким опасным бойцом, который, в общем-то, находится все время в засаде. Но иногда он выпрыгивает. Итак, испанская партия. И черные готовы играть контратаку Маршала. И даже ее играют. Ну, вот Карлсон решил не ввязываться в теоретические дискуссии на главном направлении. Но, вот вы знаете, развитие дебютной теории движется таким образом, что иногда боковые варианты становятся центральными. Вот так и продолжение Д4, которое когда-то считалось, в общем, совершенно безопасным. Сейчас активно исследуется вглубь. И, на самом деле, все не так просто. Итак, Конь Е5. Значит, на ДЕ Конь Е5. Мне показалось, что здесь Конь бьет Е5 с разменом на Д1. С последующим не опровергнуто до сих пор. Во всяком случае, я посмотрел партии. И, не являясь специалистом, ну, не смог понять, почему здесь черные не могут сделать тотальные размены. Судя по всему, там у черных есть порядок. Вот. Ну, последовало слом Б7. Я полагаю, что основным все-таки останется здесь ход Конь Д2. Конь Д2. И я покажу, почему. Во всяком случае, ну, вряд ли я раскрою серьезную тайну. На самом деле, Магнус получил перевесы после размены на С6. Ну, вот, Конь Д2 ход немножко пожестче, потому что Белый пока не снимает напряжение в центре. Вот. Ну, давайте посмотрим, что сделал Магнус. Он, в принципе, сделал это все логично. Он стал атаковать пешку Е4. Конь Д5. Вроде бы так надо играть, потому что иначе пешка вообще не спасается. Конь Д2 и съели. Конь бьет Д5. Взяли, взяли. Вот теперь возникает мотив давления Белых по вертикали Е. Конь Д2. Ну, вот, сразу играть Ф3 нельзя из-за Е3. Конь Д2. Ф5. Вот, в данной ситуации я не обнаружил четкого равенства за черных после С4. Но, как знать, может быть, тут опять-таки надо искать какие-то гамбитные пути. Может, надо играть Конь Ф4. Так, слон Д5. Может быть, здесь у черных будет позиционная компенсация. Все-таки пешечный клин в центре у них остается. Но попробовать это доказать компьютеру я, во всяком случае, не сумел. Но по-человечески может быть. Вот, Ф3 вполне логичный ход. Как сделал Магнус. И здесь, я полагаю, что соперники не смогли за доской сосчитать все варианты. В принципе, то, что я сейчас покажу, для человека практически неподъемно. Но, если вы дома это подучите, то черными, конечно, исполните без проблем. Итак, Камский сыграл Е3. А самый точный ход был Король Х8. То есть, уходим из-под связки и освобождаем Конь Д5. И смотрим отъем пешки на Е4. Ну, кажется, что у белых полный порядок. Но после Конь Ф4 стоит присмотреться повнимательнее. Дело в том, что слон с С6 начинает давить. Пешка на Ж2 слабая. У черных фигуры активно прыгают. И дальше, вот вы не поверите, но практически форсированный вариант. Ферзя надо выводить. Черные связ... Осуществляют связку по вертикали Е. Слон С2. И вот здесь очень важный ход, который очень трудно предвидеть за доской. Ферзь Д8. Ферзь Д8. И теперь ладья через Е6 скачет на Ж6. А ферзь при случае может надавить по большой диагонали лишний раз. Я не знаю, может даже и на Д5 пойти. Ну, вот типовой вариант ладья Е3, когда белые сдваиваются. Теперь угрожает ладья Ж6. Поэтому вроде бы надо играть Х4, чтобы иметь прыжок Конь Ж5. Ферзь Е7. Снова угрожает взятие на Е4. Ладья Е1. Ну, и вот, судя по всему, здесь уже наилучшим вариантом для обеих сторон является повторение ходов. Ну, вот я предполагаю, что это достаточно важный теоретический вариант. Но жизнь она рассудит. А последовал Е3. Е3. И здесь, мне кажется, что оба соперника недооценили ход Ф3, Ф4. Отсекающий от базы пешку Е3. И я так полагаю, что черные остаются без пешки и без должной компенсации. Например, на КХ8 следует очень важный ход Ф3. Тут все связано, перевязано. Ну, например, ФД7. Взяли, взяли. Ферзь Е3. Вполне вероятно, что за доской наши гроссмейстеры посчитали, что здесь у черных есть компенсация. Но, простите, какая компенсация, если белый конь через Ф3 поскачет на Е5? Я, честно говоря, не вполне понимаю. Ну, куда увезти Ферзя, это большой вопрос, но можно на А3, на Ж3. Затем конь Ф3, конь Е5. Если произойдет размен на Ф3, ну, непонятно тогда, в чем вообще какие-то преимущества есть у черных. В общем, дело ясное, что дело темное. А последовало С4. Вот видите, какая хитрая все-таки штука шахматы. Вот С4 до этого был хорошим ходом, а здесь ход так себе. Ну, он не проигрывает, правда, но ведет к серьезным проблемам у белых. Конь Ф4. И вот мы видим аналогичную ситуацию, как в партии с Корякиным, когда проходная пешка соперника, поддержанная конем, образует страшное давление. Ну, я так понимаю, что Магнус просчитался вот в каком варианте. Он взял на Б5, и тут последовал вовсе не слон Д5. Последовал очень точный ход король Х8. Ну, Гатру Станович знатный щитовод, он все считал. И выяснилось, что брать слона на С6 нельзя. В случае БЦ черные играют Е2. Затем внедряют Ферзя на поле Ф2, и начинается прямая матовая атака. Ладья Ж1, ну, например, Ладья Ф6, и, в общем, такая примитивная детская угроза жертвы Ладьи на Х2, оказывается фантастически сильной угрозой. Вот, поэтому Магнус взял себя в руки и сыграл Конь С4. Молодец. Вот, Е2, ну, такой ход не сделать нельзя. Ферз Д2, Ферз Ж5. Опять-таки, мат в один ход. Ну, вот Карлсон в этой партии проявил себя отличным защитником. Вот здесь напрашивается ход Ж3. Кажется, что ничего страшного нет. Может быть, Ферзи поменяются, может, еще что. Но, на самом деле, Магнус заприметил очень мощную комбинацию соперника. Шах, король, Ж2. Здесь никакие не размены, даже не Ф4. А слон бьет Ф3, восклицательный знак. То есть, белого королька за ушко дано солнышко. И затем вторая пешка идет в помощь первой. В общем, здесь черный получает совершенно зубодробительную атаку. Вот, вторая пешка встанет на Ф3. В общем, здесь белым лишняя фигура будет не в радость. Поэтому Магнус очень грамотно, грамотно вернул... Не вернул, а отдал качество. И оказался абсолютно прав. Кстати, слон Ф3 тогда... На слон Ф3 следовал очень забавный ход. Слон Ф3 это ошибка. Белые играют ладья Ф2. И вот здесь уже не удается забрать качество. Потому что после коня Ш3 король Ф1 у черных подвисает ферзь. У них нет возможности взять на Ф2. А в случае размен на Д2 белая ладья избегнет карь небесной. Итак, последовало взятие на Ф2. И, в общем, наступила, можно сказать, техническая стадия партии. В которой, как оказалось, перевес черных все-таки недостаточен для победы. Но, как вы сейчас увидите, соперники все-таки допускали неточности. И, ну, были моменты, когда Камский мог победить. Итак, ферзь Е3 это грамотно. В принципе, белые могут вполне перейти в окончание. Потому что у них отличные фигуры. Черным ладьям трудно развернуться. Ну, не исключено, что здесь можно было сохранить ферзей путем ферзь Д8, затем ферзь Д7. Но ясно, что Камского пугала. Пугала такая возможность, что белый конь может встанет на Е5. Правда, простите, после ферзь Д8 на конь Е5 пока нет времени. Пешка подвисает, да? В случае ферзь Е5 этот ферзь отнимает поле у ферзя. И можно сыграть ферзь Д7. А при остальных ответах можно треснуть на С4 и поиграть при ферзях. Ну, правда, кто сказал, что при ферзях будет проще выиграть. Это, в общем, не факт. Но последовал размен. Ну, вот здесь понятно, что пускать коня на Е5 нельзя. Взяли-взяли. Вот довольно странный момент. Мне казалось очень странным, почему бы не перехватить вертикаль. Ну, сыграть ладья ФЕ8. Не пускать белых никуда. И только в случае ладья Ц1 уже очень важно сыграть С6. Простите, очень важно сыграть С6, фиксируя слабость на Д4. Вот это очень важный момент. Мне кажется, здесь у черных были шансы на победу. Последовал С6. Ну, возможно, Гате казалось, что он так и так. Так вертикаль перехватывает. Но последовал точный ход ладья Е6. Это заманивая ладью соперника на Ф6. Теперь ладья Е4. То есть получается так, что вертикаль Е черные перехватить не успевают. А5. Аж 4. Очень важно окружить пешку соперника и дать собственному королю глоточек воздуха. Теперь в случае А4, мне кажется, ход Д5 ввел к ничьей. Ладья Д8. Ну вот теперь неточности начинает допускать Магнус. Ладья Е5, ну это очень бодро. Ну, простой банальный ход Б3, может быть, даже с идеей А4, мне кажется, ввел к несложной ничьей. Например, если черные забирают пешку на Д4, они теряют на Ф4. Тут белый король в полнейшей безопасности. И что очень важно, атака на ферзовом фланге путем А4 ничего не дает. Тут белый на всякий случай фиксирует королевский фланг. И затем ладья идет на А5. Ну, по-моему, совершенно пустая позиция. Вот. А Магнус обеспечил себе и своим болельщикам еще немало переживанием в ходу ладья Е5. Ну, последовал ход А4, конечно, обидно отдавать шашечку. И белая ладья неожиданно оказалась у нас на краю доски и очень далеко от короля. Вот это очень опасный момент. Здесь Камский очень грамотно сделал форточку. Жизнь без форточки невозможной. После чего появилась комфортная возможность атаковать или короля и пешку Ж2. В общем, понятно, что взяв пешку на Ж2, белого короля тоже будут атаковать. Мне кажется, здесь у белых уже достаточно тяжелая позиция. Король Х2. Ну, вот здесь странная ситуация. Как можно не сыграть ладья Д2? Ход король Ж7 выяснилось, что потеря темпа. Ладья Д2, банальный ход. Затем черные просто сдваиваются по второй горизонтали. Ну, достаточно трудные позиции. Например, ладья А6, ладья Ф2. То есть, ради бога, берите эту пешку. Но там у короля очень серьезные проблемы. Там можно и мац хлопотать. Король Х3, Х5, например. Захлопываем калиточку. Ладья бьет С6 и король Ж7. То есть, не даем взять на король на Ж7, а пешка на Ж6. В общем, у белых здесь очень серьезные проблемы. А последовал король Ж7, ладья А6, ладья Д2. И вот важный нюанс. Значит, белые играют А4. Белые играют А4. Или пешка уходит из-под бой. Ладья Ф2. Вроде бы все правильно. На А5, кстати, ладья Ц6 следует. Очень важный вариант. Ладья Ф2 вроде бы то же самое, да не совсем. Там белые, во-первых, не теряют пешку А2, как я сказал. А во-вторых, они успевают привязаться к пешке Ж6. Ж6. Вот следующий вариант, когда белые теряют пешку Ф3, но при этом они успевают съесть на Ж6. И этот вариант я довел до ничейного итога. Вот. Последовал ладья Ф2. И шаг крайне неприятный. То есть, черные не успели сыграть Х5. Не успели сыграть Х5. И теперь на король А6, то там поле Ж4 будет. Ну, без контроля. То есть, белый король просто сможет вырваться из своей золоченой клетки. Вот. Король А6 просто на Ж7 возьмут. Пришлось играть королю Ш8, что, конечно, очень обидно. Но здесь уже стало ясно, что выигрыша черным не видать. Они, конечно, здесь еще немножко повоевали. Даже съели пешку на Ж4. Но, кстати, белые развили довольно опасную активность. И черным пришлось разменять все пешки королевского фланга. После чего получилась абсолютно битая ничья. Но эту позицию соперники еще поиграли немножко. Но это уже для очистки совести. Вот в такой позиции закончилась партия. И стало ясно, что белые ставят пешку на А6. И, в общем, стоят на полях Д1, Д2 и кудят. Итак. Ну, ничья, я бы сказал, с позиции силы Камского. Но Карлсон, в общем, действовал достаточно качественно. Во всяком случае, попав в трудную ситуацию. Ну, конечно, эта партия очень интересна с дебютной точки зрения. И наверняка выводы лучшие специалисты мира сделают. А мы смотрим дальше. Ну, на Камору в Анвеле партия не представляет большого интереса. В Анвеле, судя по всему, очень устал. И сегодня он придерживался пассивной тактики. По дебюту он получал абсолютно нормальную позицию. Челябинский вариант, социлянская защита. Ну, в общем, вот эта структура с пешками на С4-Б4, она изучена очень хорошо. И, в принципе, у меня глубочайшее убеждение такое, что ничего серьезного здесь у белых нет и быть не может. То есть, слабость пункта Д4, слабость пункта С5 вполне компенсирует слабость пункта Д5. И, в общем, здесь, вы знаете, уже за десятилетия уже так все стало привычно, скучно и понятно. В общем, ничего особенного здесь в этой партии не было, за исключением того простого обстоятельства, что на Камору не поставил коня на Е3, не позволил разменять этого чернопольного слона пассивного и нашел возможность перевести коня на более активную позицию. Конь Е1, конь Д3 и дальше начал какую-то активность, игнорируя чернопольного слона черных. Ну, это абсолютно не изменило оценку позиции. Все равно у черных был полный порядок, но если бы Ван Велли играл более активно и более энергично, то он, конечно, без проблем сделал бы ничью. Вот, давайте я некоторые моменты оставлю здесь за кадром. Вот, ясно, что черные на самом деле где-то должны играть А4, А4 и пробовать какую-то контр-игру. Но Ван Велли, я еще раз повторяю, был не в состоянии бороться, и он стоял и ждал смерть. Ну, вот смерть в лице Хикару Накамура, такое вот симпатичное лицо, к нему пришла. Кстати, обратите внимание, как ловко белый конь, значит, он, смотрите, с С2, значит, перешел на Д3, затем отправился на королевский фланг. Здесь уже серьезные проблемы у черных, потому что конь скачет на Ж5, пешка идет на Ф4, и, в общем, начинается атака. Я так думаю, что в целом эту партию следует отнести в актив Накамури, он действовал достаточно последовательно. Ну, вот, не знаю, мне кажется, что слон без Ж5 это, опять-таки, уступка, надо было все-таки проверить соперника в принципиальном варианте Ф6. Здесь очень интересные осложнения начинались после слона А3. Ну, отступать на А3 тоже возможно с последующим Ф4. Ну, вот, я просто стал изучать ситуацию, когда белые пробивают вертикаль Д, но там у черных все-таки остаются два слона. И вот четкого решающего преимущества белых я не нашел. Ну, Накамури, может быть, и нашел, хотя бы потому, что Ван Вилли ошибся бы 10 раз по ходу дела. Ну, последовало взятие на Ж5, видимо, уже дело было ближе к цитноту. В общем, белые так или иначе пробили пункт Д6, и, в общем, их преимущество стало уже достаточно большим. К тому же Ван Вилли подставился под рывок белой пешки на Ф6, и, в общем, партия не затянулась. Видите, что белые пешки идут вперед клином, вот, а клин сошелся на ладье Д6, и, в общем, стало ясно, что вскоре до черного короля доберутся белые враги. Мне, кстати, очень понравился ход А4. Вот, до этого 20 раз можно было сыграть А4, но Люк вот решил продемонстрировать этот активный ход в самое неподходящее время, когда уже его короля добивали. Ну, здесь, в общем, позиция совершенно смешная, потому что перевес белых достиг уже неприличных совершенно высот. Вот, здесь у белых масса есть разных планов, черный в полном пассиве. Ну, давайте посмотрим партию, досмотрим эту партию в скорбном молчании. Значит, Люк решил здесь пожертвовать качество, и это ему удалось. Ну, после чего, правда, не удалось поставить ни одного шаха. Он, конечно, надеялся ферзем выскочить и пошаховать немножко. Ну, вот, Накамура был жесток и беспощаден, как и подобает самураю. Вот, и сам, в свою очередь, начал давать шахи, и второй шах окажется матом. Вот, ну, что поделать. А в Анвеле, кстати, в последнем туре, повторяя, предстоит еще труднейшее испытание партии с Карлсеном. Так что, в общем, он все-таки рухнул. Вот, но последнее место он не займет. Вот, Навара Круана. Кстати, я вот сегодня был почти абсолютно уверен, что Навара снова выиграет. Вот, обыграв Ароняна, мне кажется, он должен был почувствовать вкус к победе. И сегодня все к этому шло. Партия, в принципе, осталась незаконченной, потому что Навара решающий перевес не реализовал. В общем, видно, что если Давид приведет себя в норму, он может играть очень хорошо. Но вот беда-то в том, что никто не знает, в том числе он сам, когда это произойдет. Итак, это был вариант Ткачева-Молонюка-Анющика в испанской партии. Причем белые не стали играть А4. Ну, обычное продолжение А4, игра на слабой спешке Б5. Но вот у Навары есть, кстати говоря, любимые схемы. Он их очень последовательно, систематически защищает и изыскивает тонкости. То есть он парень такой упертый, по-хорошему упертый, такой исследователь и постоянно находит какие-то улучшения. Итак, соперники занимаются взаимным улучшением позиций. Пока ничего особо не меняется, но белым надо присматривать за пешкой Е4. Ферзь Б8 и А3. А3 достаточно интересная новинка, но на самом деле, посмотрев партии Навары, я обнаружил, что он так играет регулярно. А3, Б4. Вот, мне кажется, что здесь черным следовало сыграть ферзь А7 сразу, чтобы немножко стеснить белых и не позволить им такие вольности, какие случилось в партии. Все-таки пункт Д4 очень неприятно защищать. А в случае Конь Ф1 уже можно сыграть А5. И вот здесь белый слон через Д3 не проскакивает, как раз ввиду слабости пешки на Д4. Я так подозреваю, что в следующей партии Навары с ним так могут сыграть. Но последовало А5. И Наварр успел привязаться к этой пешке на Б5. Произошли некоторые размены. Размены. Но все-таки, вы знаете, в вариантах я здесь писал, здесь на каждом ходу буквально взятие на А4 рассматривалось. Но здесь оно не проходило из-за ферза А4, потому что фигуру подвисали. По-моему, Круана все-таки достиг равновесия. И я оставляю, в общем, на усмотрение аналитиков, где же здесь белые могли получить перевес по дебюту. Ну вот, мне кажется, что после А4 здесь уже ситуацию можно оценить как примерно равную. Ну, потому что у белых, в общем, есть тоже пару слабостей, у черных тоже пару слабостей. Ну вот, Давид сумел найти третью слабость. Он сумел привязаться, не привязаться, а просто-напросто развить атаку на черного короля, у которого довольно мало защитников. Вот. И, на мой взгляд, Круана просто недооценил это обстоятельство и проявил преступную обеспеченность. Итак, конь Ф3. Вот конь идет на Ф5. Вот, видимо, этого не понял. Ладья Б8 напали на пешку Б2. Ну, ничего страшного. Ладья С2. Не исключено, что сразу надо было сыграть Ф7, надавить на пешку Е4. Ну, например, заставить белых поставить ферзя на Д4. Но, хоть конь С5 тоже вроде бы здравый. Так вот, конь Д4 возникло такое обстоятельство, что угрожает вилка на С6. То есть, нет времени для взятия на Е4. И я полагаю, что здесь Фабиано не угадал. Надо было вот здесь сыграть не Ф7, а именно Ф8, сохраняя возможность в вариантах метнуть ладью на Б3. Вот, например, это сказывается в следующем варианте. Когда белые бросают пешку на Е4 и начинают матовать. Ж6. Вот теперь и на ферзь Д2 есть ход ладья Б3. Очень важно разменять вот этого атакующего бойца. И вот после король Ж7, ферзь Д2 здесь тоже обязательный ход ладья Б3. Все фигуры черных играют. Причем, что очень важно, черный ферзь по восьмому ряду может подключиться к обороне вот ходом ферзь Ф8. Ну, это иллюстративный вариант. Просто, мне кажется, таким образом черные поддерживали равновесие. После ферзь Б7 равновесие уже обнаружить не удается, так как черная ладья не подключается к борьбе. Ну и, кстати, черному ферзю труднее уже прийти на помощь королю. Последовало Ж6. Взятие на А6, король Ж7 и конь Ж4. То есть, видно, что вокруг черного короля дуют чернопольные ветры. Угрожает ферзь Д4 шах. В общем, дело-то здесь уже, в общем-то, табак. Дело табак. Итак, конь Б3. Ну, не бог весть, какое расположение коня. Вот, кстати, в случае ладья Б4 очень точный ход ферзь С1. После чего ферзь и на А6, и на С7. В общем, в разных направлениях работал. Конь Б3, ладья С4. Здесь видно, что на А4 уже, в общем, падает. Кстати говоря, здесь неплохо бы и пешки сочетать. А у белых-то лишние, кстати говоря. Так что, стратегия черных потерпела крах. И я был уверен абсолютно, что Навара выиграет. Ну, вот случилось все-таки вот это вот несчастье, когда Давид не смог этого сделать. Здесь, кстати, не обязательно было брать эту пешку. Можно было сразу атаковать. Но, на самом деле, не так все плохо. Вот, здесь, конечно, я немножко не понял, зачем Круана сразу поставил коня на Д4. Может быть, надо было конь А5 еще попросить повторение ходов. А вдруг белый сыграет ладья А4? А если ладья отходит на С2, тогда конь С6, и конь все-таки идет на Д4 в другой ситуации. Ну, будем считать, что это нюанс, не имеющий значения. Конь Д4. Ну, я, конечно, здесь не удержался бы от жертвы качества. Там у белых подавляющая позиция. И, кстати, пару проходных связанных остается на ферзьем фланге. Ну, Б4 тоже ход не дурной, хотя бы потому, что после некоторых разменов получается банальная ситуация, когда две лишних пешки у белых. И плюс атака. Как можно здесь не выиграть? Ну, как можно не выиграть? Ну, можно что-то зевнуть, что и было сделано. Ладья А4. Вот молодец Фабиан, он здесь не растерялся. Сохранил присутствие духа. Позиция абсолютно выиграна. Я не буду приводить 100 тысяч способов, как это сделать. Укажу лишь один момент. Когда, когда, ну вот, конь Ф6, это попытка упростить ситуацию. Да, на ладья Ф6 белые просто берут на Д4. С двумя лишними пешками все эншпили хороши. Ну, вот теперь ферзь Ф1. Ну, это, знаете, мне кажется, что в цветноте это подсознательное желание сыграть покрепче. Но, как правило, такое желание приводит к тому, что играют не крепко. Здесь надо было срочно ввести ладью от противостояния по вертикали Д. Надо было сыграть ладья Е3. Но трудно составить в том, что надо было видеть следующий геометрический мотив. Конь Б3, вилочка. Ферзь Ж5. Напали на ладью. Ладья Ф5. Хочется сдаться, но сдаваться не надо. Вот здесь, видимо, было зевнуто то обстоятельство, что после ферзь Ж3 белый ферзь идет на А4 и съедает ладью на Д8. Ну, в общем, ситуация абсолютно безнадежная. Чем на Ц5 не бери. Вот. Ну, понятно, что на флажке такое видеть трудно. Но вот последовал ферзь Ф1. И черный нехитрой тактикой. Конь Е2 шаг. Просто-напросто выиграли качество. Вот. Ну, ладья висит. Последовал ферзь бьет Е2. И ферзь Б1. Вот такой нехитрый двойной удар на короля и на ладью. Ну, все. В общем, получилось так, что лишнее качество у черных. Ну, понятно, что на одном фланге не выиграть. Соперники еще немножко поиграли. Но здесь уже никаких шансов не было ни у одной из сторон. Причем, более того, после размены ферзей, которые, в общем-то, так или иначе необходимы, ну, Круана не отказал себе в удовольствие немножко поиграть эту позицию. Ну, выяснилось, что Навара без особых проблем держит эту позицию. Даже иногда пассивное расположение коня, в общем, не дает никаких шансов сильнейшей стороне. В общем, партия завершилась ничью, которая, конечно, для Навары равносильно поражению. Все-таки он имел возможность бестяще закончить турнир и уйти с последнего места. А сейчас он делит последнее место с тем шахматистом, который проиграл в следующей партии. Это снова Аниш Гири. Пятый подряд поражение. Ну, известно, что два поражения подряд короткая рокировка. Три поражения подряд длинная рокировка. А Аниш Гири у нас совместил. Он сделал и длинную, и короткую рокировку последовательно. Ну, в общем, сегодня его поражение абсолютно логично. Напротив него играл более сильный шахматист. Веселин Топалов, судя по всему, пришел в себя. К тому же он продемонстрировал неплохую дебютную подготовку, как всегда. Это был разыгран вариант Широва в русской партии. Ну, я так подозреваю, что в 19 веке он мог называться вариантом Блэкберна, Мессона, еще каких-то мастеров 19 века. Но вот как раз в наше новое, новейшее время, именно партии Широва сделали этот вариант популярным. Я имею в виду ход конь С3. Вот здесь не Д4, а конь С3. Ну, и вслед за Шировом потянулась паства довольно большая. И люди стали играть этот вариант. Ну, хотя бы и потому, что в других вариантах русской партии не удавалось получить перевес. Ну, вот это один из тех вариантов, когда черные собираются на длинную рокировку ответить длинный. Король Б1, слон Ф6. Ну, здесь есть некоторые тонкости. Белые хотят кое-где получить преимущество двух слонов ходом конь Ж5. Ну, вот такая вот интересная система. Слон Ж5. И теперь вот если взяли на Ж5, конь Ж5 там все-таки обоих слонов разменивают. Ферз Е7. Так, прошу прощения, нажал не на ту кнопку. Рука бойца колоть устала. Последовал Ферз Е7. Просто Аниш очень хорошо учат теорию. И он ориентировался на партии Гашимова. Который, конечно, очень большой специалист в русской защите. Но вот выяснилось, что Топалов приготовил достаточно мощную новинку. Слон Б5. Вот Гашимов здесь сыграл А6. И Иванчук отступил на А4, ничего не получив. Ну, там была достаточно интересная ситуация. Взаимные шансы. Вот. А Топалов поступил очень просто. Он взял и доразменялся на С6. Затем сыграл Ферз Ф4, фактически вынуждая еще один размен. И вот здесь-то выяснилось, что... Ну, 2-0, конечно, надо делать. Не уходить же в 3-0 с такой структурой. Ладья Е1. И выяснилось, что у черных получается достаточно неприятная структура в центре. Когда есть слабые пешки, на них белые могут наседать. Ф3. И ход предназначен специально для размен на Е6. Ну, вот. А6 взяли-взяли. Ферзь Ж4. Минус этой позиции заключается в том, что у черных нет конструктированного плана. Ясно, что по вертикали Бена давить не удастся из-за простого банального хода Б2-Б3. А вот по центру все время какие-то подырвы есть. С4, С5. Ладьи начинают встраиваться. И эту позицию трудно держать чисто психологически. Ну, а так как после четырех поражений подряд у Аниша Гири и без того была тяжелейшая психологическая ситуация. В общем, он проиграл эту позицию практически без особой борьбы. И, в общем, даже, кстати, трудно указать место, где он мог сыграть всерьез сильнее. Ну, вот здесь, в частности, он мог сразу поставить ферзя на Е8. А он сделал это в два приема. Ну, вы знаете, вот такие мелочи, тонкости. Их можно, конечно, указывать. Но все равно нет гарантии, что удалось бы спасти эту партию. Видите, как много слабостей у черных. Вот весь ферзовый фланг буквально. Ну, и, разумеется, после С5 пешка Е5 станет слабой. Ну, вот С5 этот ход и прошел. Так что здесь я, пожалуй, аккуратно помолчу. И рекомендую вам просто насладиться последовательностью игры Топалова, который очень аккуратно, технично раскачивал вот эту оборону соперника. И, к тому же, еще видите, какой мощный прорыв подключил. Умудрился, кстати, подключить к игре Чуанного короля. Что, кстати, вызывало некоторое удивление. Потому что сказало, что король-то далеко. Но вот ему все удалось. Во всяком случае, в этой партии я узнал прежнего Топалова. Здесь ладья, кстати, идет на Е6. А такое все на свете. С5 и ладья Е6. То есть, здесь в случае король Ж8, если бы черные не отдавали пешку на А6, последовал бы рывок второй пешки. Ф5 и следующий ход Ф6. Просто на любой ход. Ну, то есть, у черных, в принципе, тяжелые, видимо, незащитимые позиции. А после того, как на А6 пешка пала, ясно, что черный король попал под решающую матовую атаку. И Топалов, в общем, можно сказать, оптимальным способом поставил сопернику мат. Ну, здесь видно, что шахи кончаются, а мат ладья H8 неизбежен. Ну, что ж, лучше поздно, чем никогда. Скажу я в ады с Топалова. Но, конечно, лучше было делать это пораньше. Туров на 10 раньше надо было выигрывать и все-таки показать свою подлинную силу. Ну, а про Аниши я уже все сказал. И, наконец, мы смотрим последнюю партию дня, печальную для Гельфанда, который, ну, не может хотя бы две партии подряд не проиграть. То есть, у него вот... Хотя сегодня, в принципе, позиция у него была хорошей до самого финала, но психологический перевес соперника был настолько подавляющим. То есть, Аронял просто делал в этой партии, что хотел. Он мог подставлять пешки под бой, мог жертвовать, мог блефовать, все что угодно. Он играл на победу, а Гельфанд, похоже, вот старался укрепиться, укрепиться. И ему это удавалось сделать 40 ходов. Ну, потом он рухнул. Итак, ферзовый гамбит, причем Борис Абрамович использует любительский метод. Дело в том, что если белые сразу прыгают конем на Б5, нападают на пешку С7, следует неприятный шаг на Б4. Вот у белых очень простая идея. Шаг на Б4 исключен, теперь прыгаем на Б5. Вот, конь Д7, ну, это мода нынешнего времени, и конь Б5. В принципе, любители только так играли. Я даже привел тут пару партий удивительных, в которые буквально каждый ход был ошибочен. Это просто, мне даже интересно, где такие любители нашлись. Вот, конь Е8, нормальный ход. Так сыграл Раджабов, и так сказал Заратустра. Ну, конь Ф3, С6, конь С3. И вот теперь неожиданно возникает такая дебютная хитрость. В случае возвращения черного коня на Ф6, возникала на доске известнейшая теоретическая позиция, которая, в общем-то, во-первых, считается, что она в пользу белых, и, во-вторых, Аранян явно не хотел ее играть с утречка, готовясь к партии. То есть, здесь получилось бы так, что Борис Абрамовичу удалось бы вытащить своего соперника на неподготовленный вариант. Ну, поэтому Ливон сыграл очень интересную. Он сыграл голландскую защиту. Ф5 пропустил пешку вперед и потом направил коня на Е4. Х3. Ну, это явный намек на то, что белые сыграют с Ж4, но не исключено, что можно было обойтись и без этого. Просто слон Д3, такая, знаете, каноническая игра по центру. Ну, последовало конь Д6. Теперь пешка на С4 висит. И вот что очень важно, что черные взяли пешкой Е, и у них вскрылся слон с С8. Судя по всему, они и решают дебютные проблемы. Слон Д3, конь Ф6, и к тому же внедряют коня на Е4. Ну, разумеется, здесь получается обмен сильными фигурами. У черных конь будет прекрасно стоять на Е4, а у белых на Е5. Кстати говоря, я считаю, что белые немножко поторопились. Надо было сначала сыграть ферзь С2, и после конь Е4 сыграть 2-0. То есть, еще не факт, что конь должен идти на Е5. Тут надо посмотреть. Вот, ну, конь Е5, видимо, ход не дурной. Конь Е4 2-0 и конь Ф7. То есть, черные немножко упрощают ситуацию и сбивают вражеского коня с Е5. Ну, я так полагаю, что позиция не выходит за рамки равенства. Если бы, если бы не очень творческая, энергичная игра Ароняна. Итак, во-первых, ну, я так полагаю, что здесь можно было бы взять пешкой с Д4. Там у белых были некоторые шансы на перевес. Слон Е5 взяли-взяли. Ну, вот здесь Аронян начал провоцировать своего соперника. Кто бы мог подумать, что вот эта ладья с А8 достаточно быстро прибудет на королевский фланг. Никто так не мог подумать, кроме великого Ливона Ароняна. Он сыграл А5. Ну, ход, конечно, очень спорный, потому что ослабляется фланг по полной программе. Вот. Ну, конь А4. Вполне логично. Кстати, у белых появляется идея прогнать где-то коня путем Ф3. И здесь Б5. Ну, вот ход подобен небесному грому. Вы знаете, если бы так сыграл мой ученик, я бы его, конечно, очень долго ругал. Сказал бы, ну что ж ты так ослабляешься. Даже если белые не берут на С6, ну что, ну на С6 отсталая пешка. Ну, как так можно играть в шахматы? Оказалось, можно. Оказалось, можно. Ну, тут есть и тактические нюансы. Я так понимаю, что на С6 вот как раз предполагалось, что черная ладья быстренько отправится на С6. И что произойдет? И она испугает белого короля. Вот именно испугает, потому что ничего особенного здесь нет. Во-первых, никакого мата нет. И после слона С6 белые не обязаны отдавать ферзя. Они могут отдать качество. Вот теперь конь Д2. Значит, взяли на Ф1. Ну, вот если присмотреться к этой позиции, то я думаю, вы обнаружите, что у белых, по-моему, здесь большой перевес. Если конь возвращается на С3, пешка на Д5 падает. Ну, сейчас уже две пешки за качество. Ладья стоит на Ж6. В общем, непонятно, что она там делает. Ну, мне кажется, здесь черные никак на победу не играют. Это, скорее всего, их ждет довольно тягостное будущее. Ну, последовал конь С5. Ну, ход здравый. Здравый. Но после ферз Е7 выяснилось, что подвоем и конь, и пешка. И ситуация в чем заключается? Что если конь уходит с разменом, то тогда подвисает еще и белый слон. К тому же, кстати говоря, вот здесь уже очень опасно вскрывается атакующий слон черных. Вот. Ну, мне кажется, что можно было сыграть конь Б3. Другое дело, что вот следующая композиция, когда черная ладья проскакивает на Ж6, она смотрится уже достаточно опасно. Вот то, что на это не пошел Борис Абрамович, я его прекрасно понимаю. Ну, правда, компьютера в этом не убедишь. Он после конь Д4, здесь, кстати, у белых лишняя пешка. Он во всех вариантах здесь рисует комфортный перевес белых. И причем очень простыми средствами, знаете, вот так вот взял, взял, шаг, все разменял, все съел. Ну, совершенно невозможно бороться. То есть, вот эта вся игра, она чисто человеческого свойства против монстров не идет. Итак, ладья Ц1, ферзь бьет Е5. То есть, белые просто остались без пешки. Ну, правда, вот Борису Абрамовичу удалось получить достаточно приятную структуру, потому что пешка, переместившись с Ф2 на Ф4, ликвидировала прямые матовые угрозы. Ну, и у черных осталась пешка на С6 отстала. И, разумеется, конь против слона. Вот, я думаю, что компенсация у белых достаточно хорошая. Достаточно хорошая. В общем, было совершенно непонятно, как черные здесь собираются играть. Я, кстати, думал, может быть, пешку на Б3 поставить и на А5 привязаться. Вот, ну, в общем, я так думаю, что ни одна из сторон здесь не может серьезно рассчитывать на перевес. Ну, единственное, что только нельзя черного ферзя на Ж3 пускать. Итак, здесь начались маневры. Довольно хитрые маневры, в которых много можно что обсуждать. Ну, вот так или иначе, Ронян нащупал идею. Сыграть с Ж5 и все-таки как-то пробить непробиваемую стену белых. Вот, ну, конь Д4 был разумный ход, но ладья А7 тоже не дурное решение. Вот здесь последовали тактические хитрости. А Ронян лучше всех в мире умеет подкручивать позицию. Ладья Ф8 предлагается фактически зевок слона. Ну, на ферзь Д7 следует еще подставочка. То есть, черная еще и на Ф7 дает размен. У белых две ладьи и конь. Но, после очень точного хода ферзь Х5, двойной удар на ладью и на коня. И вот мне кажется, что здесь, если продолжить вариант еще чуть-чуть, отдали ладью, сыграли конь Д4. Ну, пешка С6 обречена. И вот, судя по всему, здесь ничего нет у черных. Потому что на ферзь Ж6 следует ход Ж4, крайне неприятный. Поэтому короля надо уводить. Король Ф7, ладья С1. И вот ферзь Ж6, опять-таки, угрожает вторжение. Ну, я так понимаю, что Борис Абрамович даже не рассматривал серьезно этого варианта. Но вот найти здесь перевес у черных я не смог. Потому что на ферзе Ж3 все время есть возвращающий ферзя на базу ход конь Ф5. Ну, собственно, и Борис Абрамович сыграл неплохо. Ферзе С7. То есть, он просто решил не ввязываться. Ну, всю партию он эту стратегию проводит. Он не ввязывается ни в какие осложнения. Но вот осложнения, к сожалению, к нему приходят сами. Причем черным удалось перестроиться, надавить на пункты Ф4. Вы думаете, что в этом есть что-то страшное? Да ничего. Решительно ничего. То есть, у белых хватает оборонительных ресурсов. Прекрасно. Более того, мне показалось, что вот в этой позиции Борис Абрамович даже заиграл на победу. Я, честно говоря, не понял, что здесь белым угрожает. Но он сыграл Ф5. Потому что здесь уже возникли всевозможные связки, перегрузки и так далее. Вот. Ну, на слон Ф5, естественно. Ладья Ф5. Король Ж8. Король Ж8. Ф6. То есть, вот Борис Абрамович уже здесь идет вперед, уже как будто обыгрывает. Но мне, правда, ход Ф6 немножко не понравился, потому что слон с Д7 подключился к атаке. Конь Д4, мне казалось, достаточно грамотное продолжение. Защитили пешку. И единственное вроде бы разумное возражение Ж4, когда черный ферзь атакует пешку Е3, белый подключали к атаке еще и ладью. Ну, здесь удивительные варианты приводят к вечному шаху, черному королю. В общем, в этом нет ничего удивительного. Последовал ход Ф6, Ж4. Ну, здесь вот белый уже ходит по грани пропасти, по лезвию ножа. И здесь обязательно надо было играть ладья Ф4. Все-таки вот ладья должна подключаться. Но, правда, трудность состоит в том, что здесь уже невозможно отсидеться за простыми, естественными ходами. Здесь надо уже жертвовать качественно на Д7. И затем собирать огромное количество всяческих пешек. В общем, я довел эту позицию тоже, естественно, до ничейного результата. А последовал АЖ, после чего у белых уже очень тяжелая позиция. Причем она была бы, если бы черный банально взяли бы на Ж4. Но Ранян тоже ошибся. Он, ну, у него было такое творческое настроение. Видно было, что он в таком вот ударе. Ему мало было просто взять пешку. Он решил еще прорваться ходом Х3. Но этот ход выпускает выигрыш. Здесь Борис Абрамович сделал правильный ход. Конь Ф4, после АЖ немедленно ошибся вновь. Разумеется, надо было взять конем. Но не отдавать так просто пешку Ф6 сопернику. Может быть, он испугался хода ладья Х7. И не заметил то, что ходом Ф6 белые прикрывают пункт Х2. Ну, не знаю, трудно сказать, что происходит с человеком в такие моменты, когда он зевает каждым своим вторым ходом. Ну, вот король Ж2 – это ужасная ошибка. После чего белый король абсолютно беззащитен. И объяснить это не смогут никакие психоаналитики. Да и сам Борис Абрамович после партии, он просто будет человек качать головой и говорить, ну, не знаю, затмение какое-то. Так бывает со всеми. И с великими, и с невеликими шахматистами. Со всеми. Ну, а здесь черные, во-первых, быстренько и бесплатно съели пешку. Пешка Ж4 обречена. По вертикали аж к белому королю заходят гости. Ну, здесь уже медицина бессильна. Вот. К тому же бегство короля, например, путем короля Ф2 приводит к тому, что черные еще и рвут центр. Совсем плохо. Ну, последовал король Ж3. Ну, ход – это один из слабейших, опять-таки, ходов позиций. Но он связан именно с полной потерей возможности бороться. Просто выяснилось, что король еще подставился под шах. Ну, в общем, еще последовало. Дальнейшее уже не имеет никакого практического смысла. Белого короля догоняют и бьют. И, в общем, вот в этой позиции белые сдались. Ну, на самом деле, просто цветнотная горячка уже давно прошла. И здесь стало ясно, что белому королю не спастись. Ну, могло последовать еще. Вот оно, добивание. То есть, все-таки белого короля догоняют и мотуют. Ну, например, вот так. Вот. Это один из возможных путей. Итак, Аронян одержал архиважную победу. И его победа в целом в турнире практически предопределена. Но мы подождем развитие событий. Для вас, уважаемые друзья, работал гроссмейстер Сергей Шипов. Спасибо за внимание. И всего вам доброго. Продолжение следует...